Где мы будем строить марсианские базы? Откуда у планет хвосты и как звезды превращаются в кристаллы? Обо всем этом говорим сегодня в Неземном подкасте с астрономом Владимиром Сурдиным. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Всем привет! Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения коммуна» университета МИСИС. Начнем с Марса. Американские ученые выяснили, что на Марсе есть овраги, выяснили их происхождение и даже определили, могут ли в них находиться базы, которые пригодны будут для жизни исследователей этой планеты. Что это за проекты и что выяснили? Ты знаешь, удивительно. Ну, овраг. Кто не видел оврагов? Течет вода, прорезает грунт, получается овраг у нас на Земле. А на Марсе вода течет, а кто-нибудь видел на Марсе текущую воду? Нет. А почему? Там холодно. Среднегодовая температура 60, минус 60 градусов. Какая вода? Она просто не потечет. Но даже если вы выльете на поверхность Марса цистерну воды, она все равно далеко не утечет и оврага не сделает. Там же давление маленькое. При таком низком давлении, каждый, кто поднимался в горы, знает, да, вода закипает при низкой температуре, тем более низкой, чем выше вы поднимаете. Ниже давление атмосферы, ниже точки кипения воды. А на Марсе такая разреженная атмосфера, такое низкое давление, что там вода закипает сразу, при любой температуре. Если вы выливаете на Марс ведро воды, сразу выкипает часть, в пар превращается, а вторая замерзает в виде льда. Никуда она не потечет. А тогда откуда овраги на Марсе? Мы предполагали, по крайней мере, мы в школе предполагали, я помню эту тему с обсуждением, что когда-то на Марсе было теплее, потому что он был, возможно, ближе к Солнцу, возможно, там были какие-то потоки, ну и, соответственно, была атмосфера более плотная, ну и так далее. Даже следы рек там есть, и даже следы морей больших есть, но все это было 3,5 миллиарда лет назад. Давно. А оврагам? Овраги довольно хорошо умеют датировать геологи. Они так посмотрели сверху и говорят, да им не больше полумиллиона, не миллиардов, а полумиллиона лет. Ерунда. Вчера это было. Откуда же на Марсе вода? Стали думать. А может, не вода? А может, углекислый газ, он при низкой температуре, как раз замерзает, оттаивает, а на Марсе много углекислого газа. То, что мы называем сухой лед, не получается. Не течет углекислый газ. Он либо снег, ну, там, лед, либо пар. А он расширяется при замерзании? Примерно так же, как вода, чуть-чуть. Но дело не в том, что он расширяется. Он жидким не может быть, а овраг-то должен быть проделан потоком жидкости. И вот стали думать, а может быть, на Марсе все-таки время от времени бывает жидкая вода? А почему? А вот смотри. Это модель планеты. У любой планеты есть ось вращения. У Земли тоже. И она наклонена к плоскости орбиты. Когда наша планета... Я извиняюсь перед теми, кто это хорошо знает, но ведь не все это хорошо знают. В школе это как-то бегло объясняют. Планета движется вокруг Солнца, наклонив свою ось к плоскости орбиты. Полгода лучше освещается одно полушарие. Например, южное. Там лето, у нас зима. Вторые полгода ничего не меняется. Наклон оси оставляем таким же, но меняем положение планеты относительно Солнца. Полгода лучше северное полушарие. Освещается здесь лето, на юге же зима. Понятно. Но наклон оси земной не очень большой. 24 градуса от вертикали. Поэтому зима, лето у нас не очень сильно меняют среднюю температуру. На Марсе сегодня точно такой же наклон оси. 24 с небольшим градусом. Но в отличие от Земли, Марс не сохраняет наклон своего вращения по отношению к плоскости орбиты. Земле повезло. У нас есть тяжелый спутник, Луна. И она как камень на веревочке движется и стабилизирует Землю. Наклон земной оси очень мало меняется. Спасибо Луне. У Марса нет большой Луны. У него два маленьких спутника. ФОБС и ДМС они никакого влияния не оказывают на Марс. И у Марса ось вращения все время меняет свой наклон. Промоделировали. Когда наклон от 24 градусов смещается к 35, Марс начинает более сильные колебания годичной температуры показывать. Действительно, 2,90 градусов сделаем. Полгода лето на одном полушарии, полярное лето. Полгода зима на другом. Потом меняем ситуацию. А год там длинный. Год Марса — это два земных. Когда он был сильнее наклонен, и модель это показывает, полушарие нагревалось хорошо. Нагревалось до температуры около нуля примерно по Цельсию. Все полушарие. Изгонялись запасы углекислоты. Они там сегодня лежат полярной шапкой, такой беленькой шапкой. Они нагревались, уходили в атмосферу. Атмосфера становилась более плотной. Парниковый эффект усиливался. И на эти полгода, в основном на этом полушарии Марса, становилось тепло. И вода могла течь. Но потом ситуация менялась. Вот такая история. То есть, теперь думаем о наших будущих путешественниках. Где им искать место для того, чтобы обосноваться на Марсе? Там, где есть запасы воды. А где они есть, там, где она текла, а потом замерзла. А где она текла, по оврагам. Значит, в оврагах наиболее привлекательное место для будущих марсианских баз. Но я бы уточнил. Вот американцы только на оврагах остановились. А я бы им посоветовал еще вспомнить про пещеры. Марсианские пещеры еще более привлекательное место. В овраге над вами чистое небо, с которого идет космическая радиация. Ну да, стенки оврага немножко закрывают вас от боковых потоков радиации. Но с зенита она течет. А вот в пещере, где-нибудь в глубине под слоем грунта, и вода должна быть. И радиации нет. Там надо обосноваться первым исследователем Марса. Что-то мне вспомнился грот имени Лермонтова. Вот очень удобное было бы укрытие. Такое можно найти в Пятигорске на Земле. А вот на Марсе, если что-то подобное есть, то, наверное, прям подошло бы. А, кстати, этим пещерам никогда еще не давали имена. Надо бы тоже наших отечественных ученых и писателей привлечь к наименованию марсианских пещер. Мы знаем, что небесные объекты искать и классифицировать уже давно можно без человеческого интеллекта. С помощью интеллекта искусственного. Но, оказывается, искусственный интеллект, а также мобильные приложения, сайты, чат-боты можно создавать без навыков программирования и без написания кода. Этот метод называется NoCode-разработка. Спрос на услуги по разработке приложений будет расти в разы быстрее, чем возможности IT-компаний по их реализации. И как раз NoCode-разработчики заполнят этот огромный пробел в IT-секторе. Компания Microsoft уверена, в ближайшие пять лет из 500 миллионов приложений 450 миллионов будут созданы с помощью NoCode. Исследования показывают, 82% компаний не могут себе позволить держать в штате много обычных разработчиков. Поэтому они уже готовы создавать все условия для работы NoCode-специалистов. А 47% работодателей не используют NoCode-платформы только по одной причине. Им не хватает квалифицированных кадров. Узнать о новом перспективном направлении IT можно на бесплатном вебинаре ведущего NoCode-университета CodeBreakers. Вам расскажут, как без кода делать цифровые продукты уровня Tinder и Airbnb. Где искать первые заказы? Как зарабатывать на NoCode серьезные деньги уже через три месяца? Вебинар проводит опытный NoCode-разработчик и предприниматель Анна Радзиевская. Она работала в Яндекс, разрабатывала проекты для США и Европы, входит в список топ-30 диджитал-экспертов России. Такой эксперт гарантия, что материал на вебинаре будет насыщенный и плотный. Узнайте о возможностях, которые раскрывают направление NoCode на бесплатном вебинаре университета CodeBreakers. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Ну а теперь о громком событии, которое всклыхнул научный мир и, может быть, приблизить, наконец-то, нас к пониманию природы черных дыр. Речь идет о детектировании низкочастотного гравитационного излучения. Давайте тут прямо сразу несколько вопросов сразу задам, а вы на них подробно ответите. Как это стало возможно? Какие перспективы это открывает перед учеными? Ну и вообще хоть чуть-чуть о том, что такое детектирование низкочастотного гравитационного излучения. Ну вообще это сенсация. Это то, что в науке бывает раз в 10 лет. Я напомню, предыдущая сенсация тоже была связана с гравитационными волнами. Тогда 30 лет строительства гравитационно-волновых детекторов, такие длинные трубы, по которым лазерный луч бегает, зеркала, подвешенные на ниточках, чувствуют гравитационную волну. Тогда, в 2015-м, удалось его зарегистрировать. Впервые 100 лет с момента предсказания, как Эйнштейн создал свою теорию, до момента открытия гравитационных волн. Но это были очень коротковолновые, очень высокочастотные гравитационные волны. Когда две черных дыры, небольшой массы, там по 15-20 масс Солнца, близко-близко друг к другу подходят. И вот в тот момент, когда они сливаются и превращаются в одну черную дыру, от них сильно изменяется гравитационное поле. Было два, стало одна. Идет гравитационная волна, и амплитуда ее резко нарастает, но потом, естественно, снижается. Она идет на частоте примерно звукового диапазона. Поэтому такие гравитационные волны называют «чирп». Это как писк птички, чириканье птички. С низкой на высокую частоту и обрывается. Их гравитационная волна на Земле регистрирует. В рамках теории относительности был еще один прогноз, что должны быть очень медленные, очень длинноволновые гравитационные волны, и на Земле их невозможно зарегистрировать. У нас всегда антенна, прибор, его размер должен соответствовать размеру волны. Вот мы принимаем, например, радиоволны, радиоприемчик в метровом диапазоне, FM. Какого размера антенна? Примерно метр, полметра, метр. Но сравнимо, по крайней мере, с длиной волны. На нее невозможно принять волну километрового диапазона. Она ее почти не заметит. Поэтому надо было что-то другое придумать. Придумали. Оказывается, когда гравитационная волна приходит, она начинает менять расстояние между объектами. У нее такое свойство. Она меняет свойство пространства, практически расстояние между объектами. И надо какие-то объекты очень далекие друг от друга использовать, чтобы длинная волна смогла заметно его изменить. Где у нас такие объекты? На Земле их нет. Длина такой гравитационной волны, если она приходит от черных дыр, но огромных и медленно движущихся одна вокруг другой, годы, например, занимает оборот, значит, с периодом в год будет идти эта гравитационная волна. Надо найти такие объекты. В Солнечной системе их тоже нет. Значит, за пределами Солнечной системы. А что у нас там есть? А там есть прекрасные радиопередатчики. Микросекундные радиопульсары. Это нейтронные звездочки, которые вращаются с частотой тысячи оборотов в секунду, прямо очень быстро, и с такой же частотой радиоимпульсы посылают. Они к нам приходят прямо как часовые импульсы от атомных часов. Идеально точно. Но если гравитационная волна начинает менять расстояние между Землей и пульсаром, менять его, то эти импульсы будут то запаздывать, то немножко опережать расписание, то опять запаздывать. Будет какой-то систематический ход. Но одного пульсара не хватит. И даже нескольких не хватит. Надо их наблюдать по всему небу много-много-много. Вот почему. Я напомню, волны, вот этот запас с разными приборами, волны бывают разные. Бывают волны продольные. Когда мы говорим, мы толкаем воздух, и по нему идет продольная волна. Она толкает нашу барабанную перепонку, мы их слышим. Бывают волны поперечные на поверхности воды, да? Или в радиоэфире. Это тоже электромагнитная поперечная волна. Но она либо в одну сторону все смещает, либо в другую. Вернусь к приемнику. Почему он принимает электромагнитную волну? В этой антенне много свободных электронов. Проводник электричества, железка. Приходит электромагнитная волна, и она все электроны в одну сторону, потом все электроны в другую. И тут в основании то плюс, то минус, то плюс, то минус. Генератор есть, переменного напряжения смешивает сигнал, и он его фиксирует. А у гравитационной волны другое свойство. Она, как говорят, тензорный характер имеет. То есть она растягивает в одном направлении, сжимает в другом. Потом в этом растягивает, в другом сжимает. Значит, надо найти много-много объектов, которые бы показали в этом направлении. Противоположные расположенные объекты уходят от нас, в этом направлении приближаются. Потом в этом уходят, в этом расходятся. А можно так сказать, что если обычные волны, они условно двумерные или трехмерные, то это волна многомерная. Многомерная. Ну, можно и так, да. Это поперечная тензорная волна, такая приливная. Вообще, честно говоря, вспомни, как на поверхности Земли прилив в море возникает. В двух направлениях море выпучивается, в остальных немножко отливает. Потом в этом направлении выпучивается, и наверх, и вниз в этих отливает. Вот такая же приливная волна приходится гравитационной волной. Надо было как-то устроить наблюдение радиопульсаров, замечая то опаздывание, то вперед идущие их импульсы. Но для этого нужны были радиотелескопы по всему земному шару. Один же не может и туда, и сюда смотреть. Ему Земля мешает. Коллаборация, то есть содружество ученых соединилось между радиоастрономами США, Индией, Китая, Австралией. Их инструмент разбросан по всей Земле. И они долго, 15 лет занимались этой работой. Кропотливейшая работа, незаметная никому, 15 лет. Они смотрели, как приходят радиоимпульсы от миллисекундных пульсаров. И вот несколько дней назад коллективно они собрались, чтобы никто там не выпячивал себя, одновременно опубликовали пять статей. И в этих пяти статьях довольно убедительно показано, что к нам приходит смесь длинноволновых гравитационных волн. Смесь, потому что от многих источников. Во многих-многих-многих галактиках есть двойные сверхмассивные черные дыры. Они еще не так близко друг к другу, чтобы слиться. Они еще далеко друг от друга. Поэтому периоды их обращения — это годы. Гравитационная волна идет с периодом в годы. И вот 15 лет наблюдения показали, что Вселенная шумит, гудит этими гравитационными волнами. Это замечательная история. Мы теперь думаем, откуда они все-таки. Может быть, это двойные черные дыры. А может быть и нет. Может, это какие-то новые объекты. Есть так называемая идея о космических струнах. Это такие топологические особенности пространства времени, которые могли образоваться, когда Вселенная рождалась. Может быть, это гравитационные волны от первого вздоха нашей Вселенной. Когда она только начала расширяться, в этот момент квантовые флуктуации маленькие рождали гравитационные волны. А потом Вселенная расширилась, и волны растянулись. В общем, это очень интересное новое направление современной астрофизики, многоэлементной, когда мы принимаем и гравитационные волны, и электромагнитные, и нейтринные. Все на свете. И тут я вот о чем хочу вспомнить. Это замечательное открытие. И оно произошло буквально на днях. А если бы оно произошло на полгода раньше, я был бы намного более счастлив, как ученый и как человек, потому что предсказал эту методику мой друг, с которым мы около 70 лет дружим, буквально с детсадовского возраста, Миша Сажин, Михаил Васильевич Сажин. Он, будучи аспирантом МГУ, мы вместе с ним не только в детсад ходили, но и учились в МГУ, потом работали вот в течение 40 лет вместе в МГУ. Будучи аспирантом, он придумал эту методику. Смотреть на разные радиопульсары и фиксировать запаздывание и опережение их импульсов для того, чтобы гравитационную волну зарегистрировать. 1978 год. Его публикация. Она первая в мире. Эта идея за ним. К сожалению, он умер два месяца назад. И он не узнал об этом. Это было бы очень приятно. Вот этот свой старинный прогноз увидеть исполненным в науке. Каждому ученому вот просто самая большая радость жизни. Я очень опечален тем, что он не успел это узнать. Ну, бывает такое. Все-таки, прояснить для себя до конца. Я правильно понимаю, что детектирование — это просто обнаружение. И вот мне стало, кажется, понятно, когда вы привели пример с приливами и отливами. То есть, если раньше мы детектировали, то есть обнаруживали вот эти короткие волны прилива, то теперь мы поняли, как работает сам прилив. Медленные волны обнаружили. И они совсем от других объектов там приходят. И гравитационно-волновая астрономия, если раньше... Ну, вот если сравнить это с оптикой, например. Если раньше мы с 2015 года наблюдали, ну, например, только в желтых лучах мир. Вот попробуйте надеть на себя очки с желтыми фильтрами, и все будет желтое. Кое-что вы узнаете, увидите. Но голубых объектов вы не увидите, синих не увидите, зеленых не увидите. Мир будет каким-то очень однообразным. Теперь мы расширили диапазон гравитационных волн, которые умеем принимать. Мир гравитации стал разноцветным. Мы стали видеть другие объекты, другие процессы. Мы еще даже не догадываемся наверняка, что это за процессы. Но мы уже принимаем их. Кстати говоря, сами ученые, которые опубликовали эту новость, долю сомнения выразили. Они не на 100, а только на 99,5% уверены в своем результате. Есть чемалая доля ошибки. Вот полпроцента. Казалось бы, ерунда. Но они говорят, дайте нам еще полтора-два года понаблюдать. Мы накопим больше данных. И вот тогда со стопроцентной вероятностью наше открытие, никто не сомневается, что оно уже на самом деле совершилось. Публикации идут, статьи публикуются, и тут сомнений никаких нет. 4,5 сигма — это 4,5 стандартных отклонений при распределении ошибок. Это очень высокая вероятность правильного наблюдения. И дальше мы будем только развивать технологию в каком направлении. Пульсары — это хорошо. Но очень медленно они работают. Нам бы нужен какой-нибудь более технологичный прибор, который бы такого типа волны принимал. Идея есть. Если на Земле малы размеры наших приемников, а Земля-то не такая уж и большая, надо в космос их запускать. Взять, например, 3 спутника на большом расстоянии друг от друга. Когда придет такая длинная волна, спутники начнут немножечко менять свое положение друг относительно друга. А если они это положение меряют, например, лазерным лучом, они нам сразу об этом сообщат. К 1937 году намечен запуск трех таких спутников. Лиза — это лазерная интерферационная космическая система, Европейское космическое агентство занимается этим проектом. Уже был пробный спутник, работает технология. Ну, просто осталось денег накопить и сделать более такую сильную, более сложную систему. И они будут летать за земным шаром, будут преследовать Землю и все время мерить расстояние друг с другом и передавать Земле. А мы качнулись, значит, пришла гравитационная волна размером в миллионы километров. Вот такая новая технология на подходе. Друзья, если вы хотите еще больше узнать о строении Вселенной, подписывайтесь на наш неземной подкаст на платформах Boosty и Patreon. Там мы делаем специальные дополнительные выпуски. Ссылка внизу. Вот еще одно событие, которое не так давно произошло. Но мы обнаруживаем звезды в нашей галактике, которые движутся намного быстрее. Не все звезды движутся с одинаковой скоростью. Что это за быстрые звезды? Куда и откуда они движутся? И не могут ли они обогнать галактику, покинуть ее? Гиперскоростные звезды — это очень интересная проблема. И это до сих пор проблема, я бы сказал. Дело в том, что галактика — это сотни миллиардов звезд, которые довольно организованно вращаются вокруг центра. Как автомобили на круговом движении. Все в одну сторону. И друг относительно друга довольно медленно. Да и вокруг центра галактики довольно медленно. 200 километров в секунду — это такая нормальная скорость для звезд. А уж относительно друг друга, вообще там 20-30 километров в секунду — еле движется. И вдруг, примерно 10 лет назад, стали замечать то первую, то вторую, то третью звездочку. Тогда очень редко они обнаруживались. Летит со скоростью 1000 километров, полторы тысячи, 2000 километров в секунду. Откуда они и куда? Куда, можно сказать, определенно. В нашей галактике такая звезда удержаться не может. Это все равно, что мы запускаем ракету со скоростью больше второй космической, 20 километров в секунду, и она уже на Землю не вернется. Земля ее не удержит своей гравитацией. Точно так же галактика наша, родная, не может удержать звезды, которые летят со скоростью больше 550-600 километров в секунду. А эти полторы тысячи, две тысячи километров. То есть кто-то их выстрелил, и они уже покинут галактику наверняка. Либо они залетели к нам со стороны из других галактик. Но это тоже проблема. А как они их, те другие, там, туманность синдромеды, какая-нибудь ближайшая к нам галактика, как они их выстрелили? Вот этот вопрос. Кто выстреливает гиперскоростные звезды? Несколько идей есть. Самая очевидная идея — двойные звезды. Двойная звезда. Как планеты вокруг Солнца, так же и звезды друг относительно друга, относительно общего центра масс бегают. И чем ближе они друг к другу, тем, естественно, быстрее бегают. В нашей Солнечной системе ни одна планета, даже подойдя близко к Солнцу, быстрее, там, 500 километров в секунду, не может двигаться. Солнце не такое уж мощное. Но если это две массивных, но очень компактных звезды, белые карлики, то, что остается после смерти звезд, похожих на Солнце, они могут ближе подойти друг к другу. И будут лететь со скоростью, там, 3-4 тысячи километров в секунду, для них нормально. И представим себе, они подошли так близко, что одна у другой стала перетягивать вещество своей гравитации, отрывать с ее поверхности газ. И становится все более массивной, 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 не выдерживает своего веса, резко сжимается, начинается там термоядерный, по сути, взрыв термоядерный, и от нее в мгновение ока, в мгновение ока, ничего не остается, бах, и нет звезды. А с этой что будет? Она же только что по орбите летела со скоростью тысячи километров в секунду, а это вдруг раз и исчезло. Ну, а та, что осталась, продолжает с этой скоростью лететь, куда летела, только теперь ее ничего не удерживает. И она улетает, говорят, это механизм пращи. Помнишь, раскручиваешь камушек на ремне, а потом ремень отпускаешь, и камушек летит туда, куда-то его в последний момент направил. Вот это механизм гравитационный пращи, и главное, чтобы два белых карлика жили рядом, а таких пар довольно много. И вот это самый очевидный механизм. Есть еще более хитрый, дело в том, что некоторые такие быстрые звезды, как мы видим, летят из центра галактики. Их там тоже могут вот эти двойные белые карлики рождать, а может быть и наша большая черная дыра тут причем, когда двойная звезда подлетает к черной дыре, та своей гравитацией разрывает прилив, мы уже говорили об этом, разрывает между ними связь, растаскивает в разные стороны. И каждая из них оказывается сама по себе. А они только что быстро двигались по орбитам, ну и улетают. Одна, конечно, может не улететь от черной дыры, будет ей съедено, а вторая, это уж как, в каком направлении они двигались. В какой фазе застанет этот разрыв? Если одна двигалась к черной дыре, так она в нее и улетит. Владимир Григорьевич, а что дальше произойдет с теми звездами, которые сейчас так движутся? Они покинут галактику? Можно попрощаться с ними, да. А в каком направлении? Они движутся к краю галактики, или они могут вылетать из галактики вверх и вниз? Если есть верх и низ в галактике. Вверх и вверх, да, понятно. Они в разных направлениях, мы их обнаруживаем. Спасибо новому астрономическому прибору. Это космический телескоп Агайя, который уже несколько лет измеряет скорости движения звезд. Он на орбите, он в полутора миллионах километров от Земли движется, и без него мы бы таких не обнаружили. Ну, назван-то именем богини. Гея. Земля, да. Еще одно удивительное событие, это то, что австралийские ученые утверждают, что видят звезду, которая превращается в кристалл. Как это может быть? Из термоядерной реакции до в кристаллическую решетку. Ну, вообще, такие расчеты нередко и раньше делали. Например, недавно по радио я слышал новость о том, что в недрах Юпитера идут алмазные дожди. Это правда, это может быть. В любой гигантской планете довольно много углерода, и под большим давлением каждый знает, что углерод превращается в алмазы. Алмазы довольно плотные, и они тонут потом в атмосфере этой планеты. Но тут речь идет о звезде, точнее говоря, об остатке звезды, о белом карлике. Ну, я напомню, пока звезда еще в силе, молодая, в недрах происходят термоядерные реакции. Но в конце концов эти термоядерные реакции сжигают все топливо, водород превращается в гелий, гелий в углерод, и звезда стареет. И она превращается, раздувается в красный гигант, сбрасывает оболочку, а ядро, вот это вот потерявшее энергетику, оно остается на месте этой бывшей звезды, и сжимается в маленький плотный объект, белый карлик. Он размером с нашу планету, с Землю, но, правда, масса у него, как у звезды. Что с ним будет дальше? А ничего. У него нет источников энергии, термоядерные реакции затухли, и он остывает. И мы довольно точно можем рассчитать, насколько быстро он может остывать. Долго, на самом деле долго, но по космическим меркам в конце концов остынет. И он из белого, то есть из горячего, превращается в желтый, в красный, в инфракрасный, в черный, такая у него судьба. Так вот, этот белый карлик, который исследовали австралийцы, он входит в состав звездной системы. Там еще три нормальных звезды. Он, видимо, был самым массивным, первым закончил свою жизнь, а те еще живы. Но по их параметрам мы смогли восстановить возраст этой системы. Ей около семи, чуть больше, семи миллиардов лет. Ага, значит, этому белому карлику тоже должно быть примерно семь миллиардов лет. Потому что массивные звезды там быстро кончают свою жизнь. Посмотрели, а судя по тому, какой он температуры, насколько он успел остыть, ему не больше четырех миллиардов лет, а должно быть семь, а ему не больше четырех. Если бы было семь, он был бы уже почти темный. Расчеты показывают, что есть у него источник энергии, довольно оригинальный. кристаллизация вещества. Можем вспомнить, когда из жидкости вещество замерзает и кристаллизуется при низкой температуре, выделяется тепло. И есть даже пакеты такие у туристов заставляющие на этом эффекте. Кристаллизация выделяет тепло, ты греешься этим пакетом. Что у него в недрах? Кислород и очень много углерода. Углерод превращается в кристаллы чего? В алмазе. В алмазе. Алмазная планета, возможно, на этом месте будет? Планета. Звезда. Звезда. Бывшая звезда, которая станет просто огромным алмазом. Огромным алмазом, да. Но очень медленно. Но когда-нибудь станет. А такую звезду австралийские ученые обнаружили впервые? Или вот таких огромных алмазов по вселенной Надежно. Надежно впервые. Помог тот факт, что этот белый карлик входит в состав сложный. Там еще три звезды рядом с ним, и они помогли датировать его, что ему 7 миллиардов лет. Вот это было важно. Потому что просто посмотрев на белый карлик, откуда ты знаешь, когда он начал остывать? А тут рядом с ним, так сказать, подсказка, индикаторы возраста. И мы знаем, ему 7 миллиардов лет, а остыл он, как будто бы ему всего лишь 4 миллиарда лет. Знаете, что-то его там подогревало, не давало ему быстро остывать. Ну, а теперь давайте о планетах, но не об обычных, а о хвостатых планетах. Есть такие, у которых хвосты подлиннее, чем у студентов, не сдавших сессию. Что это за планеты, откуда у них эти объекты? Ну, у студентов обычно хвост в одну сторону тянется, как и у кометы, да, за ними не сданные экзамены, а у кометы выброшенный ей газ и пыль. А у этой кометы два хвоста. Один сзади по орбите, а второй впереди по орбите. У планеты. А, прости, да, у этой планеты, я оговорился, у планеты. Тут более или менее понятная ситуация. Она живет очень близко к своей звезде. Это так называемый горячий Юпитер. Юпитер, потому что у этой планеты масса, как у нашего, даже побольше чуть-чуть, у нашего Юпитера, а горячий, потому что близко к звезде живет. Она делает один оборот вокруг своей звезды за два наших дня, двое суток. Очень близко надо жить к звезде, чтобы за двое суток облететь ее, закончить свое орбитальное движение. Поэтому она сильно нагревается. Но если бы она просто сильно нагревалась, ну, атмосфера бы нагрелась, спухла, и потихоньку ушла. Но кроме тепла, что мы от звезды имеем? Гравитация. Что делает гравитация? Приливный эффект. Она вытягивает планету. И атмосфера так раздулась, что гравитация вытянула ее. А гравитация в две стороны вытягивает прилив, в двух направлениях вытягивает любое тело. И тут один хвост из атмосферы вперед, а другой назад по орбите ушли. И она летит вот так вот с двумя хвостами. И это выяснилось, когда наблюдали затмение, то есть прохождение планеты на фоне звезды. Сначала один хвост появляется, потом сама планета закрывает кусочек звезды, потом второй хвост. И вот так вот обнаружилось. Хвост впереди планеты. Хвост впереди планеты. Один впереди, другой позади. Спасибо, Владимир Георгиевич. О других удивительных событиях и явлениях Вселенной мы продолжим наш разговор в следующем выпуске Неземного подкаста. Не забудьте подписаться, ну и нажать колокольчик. До встречи. Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме. Продолжение следует...